Перед визитом президента в Азии побывали члены его кабинета, которые подготовили почву для дискуссий на высшем уровне о мерах, которые следует принять в отношении Северной Кореи. Наша цель не война, а полная, верифицируемая и необратимая денуклеаризация корейского полуострова. По обе стороны Тихого океана все сильнее хотят понять, что для этого можно предпринять. Думаю, мы придем к такой ситуации, я сравниваю это с Карибским кризисом, когда нам нужно будет принять решение, политическое или военное, которое действительно изменит политическую картину на корейском полуострове. А пока президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын обмениваются беспрезидентными и весьма острыми словесными выпадами. Взаимные оскорбления обеих сторон снижают легитимность США и президента страны. Меня беспокоит, что американский лидер опускается до того же уровня оскорблений и угроз, которые исходили от Северной Кореи много лет. Некоторые в Южной Корее, включая основную оппозиционную консервативную партию, выступают не только за то, чтобы вернуть американское тактическое ядерное оружие в страну, но и за то, чтобы США позволили Сеулу обзавестись собственным ядерным оружием. Если обе стороны выступят за новое развертывание тактического ядерного оружия, я уверен, что это не только продемонстрирует народам двух стран солидарность альянса, но и отобьет у Ким Чен Ына желание устраивать новые провокации. Чувствуется тревога, чувствуются страхи, чувствуется, что корейцы столкнулись с чем-то новым. Поэтому в результате они ухватились за идею, что тактическое ядерное оружие может принести им некую безопасность. Но они не продумали все эти неприятные проблемы, которыми это будет сопровождаться. Из Южной Кореи Трамп отправится в Пекин, где будет обсуждать усиление напряженности на корейском полуострове с председателем КНР Си Цзэньпином. Китай остался единственным крупным союзником Северной Кореи и чувствует разочарование в своем маленьком соседе, поведение которого становится все более провокационным. Ожидается, что Трамп потребует, чтобы Китай усилил давление на Ким Чен Ына.